Приемные родители и опекуны, всего около 300 человек, приехали в столицу Поморья на форум из разных районов области. Я работаю воспитателем уже 35-й год. Встретила 6 лет назад фактически маленькую девочку с черненькими глазками. Ну и сразу, ну случайно, буквально случайно познакомились и сразу, конечно, как-то екнуло в сердечке. И я стала добиваться того, чтобы ее взять и себе. Также в форуме приняли участие представители региональной и муниципальной властей, общественных организаций. Лейтмотивом встречи стали вопросы профилактики социального сиротства и обсуждения инновационного опыта по развитию форум семейного устройства детей-сирот. Это та площадка, которая прежде всего призвана выработать новые подходы в сопровождении с приемных семей, семей принявших детей. А также, может быть, разработать методики, которые бы помогли предотвратить ситуацию, когда дети остаются без родителей. Сегодня в Архангельской области на учете 4600 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них лишь 1120 находятся в государственных учреждениях. Хотя еще в 2012 году в детских домах и интернатах воспитанников было вдвое больше. Очевидно, что за 4 года проведена огромная работа, результат которой увеличение приемных семей, перепрофилирование и даже закрытие некоторых детских домов. Ближайший пример – детский дом в Солевычегодске. Из-за отсутствия воспитанников его реконструировали под детский сад. У нас в Архангельской области достаточно неплохо идет работа по устройству детей, оставшихся без попечения родителей в приемной семье. Но недостаточно просто устроить ребенка. Очень важно, чтобы родители и в последующем могли получить достаточно квалифицированную поддержку, консультацию по всем вопросам, которые могут возникать. На развитие Института приемных семей в Архангельской области сильно повлияли меры социальной поддержки, разработанные региональным правительством. Семьи, в которых воспитывается не менее трех собственных или приемных детей, получают статус многодетных, что позволяет им пользоваться целым набором льгот, среди которых и региональный материнский капитал и финансовая поддержка в виде субсидий. Первый региональный форум приемных семей состоялся в 2015-м. Тогда на дискуссионных площадках обсуждались актуальные вопросы социальных гарантий, обеспечения защиты жилищных прав детей-сирот. По итогам работы форума появилась законодательная инициатива о расширении возможности муниципальной власти при приобретении жилья детям-сиротам. Мы трансформировали несколько наших законодательств. В течение года мы позволили органам местного управления не только приобретать жилье на вторичном рынке, но и на первичном рынке. Мы нашли возможность участия в долевом строительстве нового жилья и так далее. В этом году акцент в рабочей части программы форума был сделан на практические мастер-классы. Круглые столы со специалистами социальных служб, встречи с психологами и логопедами. Мы обозначили круглые столы с всем спектром специалистов, которые сегодня необходимы нашим приемным родителям. Это психологи и логопеды, и специалисты социальных служб, и специалисты, которые работают в сфере здравоохранения. По-прежнему остается проблемная категория детей старше 10 лет. Те дети, которые двое, трое, братья и сестры, что называется. Ну и, конечно же, детки, которые имеют ограничения по здоровью. Дети-инвалиды. Несмотря на то, что в региональном законодательстве пособие на 20% при приеме такого ребенка выше, но здесь главное не деньги. Как раз вопросы медицинского обеспечения, вопросы реабилитации. Это все те проблемы, которые нам готовы рассказать сегодня родители, чтобы быть услышанными и вместе найти подходы к их решениям. Также в рамках форума состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей». В нем приняли участие 13 приемных семей из 9 муниципальных образований по море. В их числе и котловская семья Татьяны и Игоря Трокиных, которые воспитывают 4 своих и 2 подопечных ребятишек. Аплодисменты.